Девушки отдыхают... ...мешает Богу спросить вас, что он хочет. Знаете, в чем здесь смысл писака? В том, что было взято одно семя и брошено в землю. Когда оно смогло расти? Когда оно умерло за нас. И Ешоа это начало. Но об этом мы говорим позже. О, семя, что было брошено в землю и сошло на третий день. Вам нужно умереть. Ваша гордыня должна умереть. Он взял на себя гордыню всего мира, всех мыслей. Тут святой положил мне на сердце сказать об этом именно сегодня. Гордыня мешает вам быть посеянным в плотворной почве. Гордыня должна умереть, чтобы вам жить. Исход двенадцатая глава первой стихи. И сказал Яков Моисея и Аарону земле египетской, говоря, Месяц сей, так будет у вас начало месяца. Первым так будет он у вас между месяцами года. То есть с него начинается Новый год. В еврейском календаре этот первый месяц воды называется Авид. Он же Меса. Месяц сей это будет у вас начало месяца. Представьте, Мессия грядет в начале месяца. А вот пророческое предвидение. Агнец у вас должен быть без корока. Необходим Агнец. Видите параллельно. Мужеского пола. Однолетнего. Возьмите его от Аверт или от Хос. И пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца. Тогда пусть заходит во все собрание общества израильского вечера. Мы углубимся в эту тему на следующей неделе. Но пока я вам объясню, что значит вечера. В древнееврейском оригинале буквально сказано между вечерами. И это означает промежуток времени между заходами солнца. На нашем языке и западном представлении фразы между заходами солнца воспринимается так. Один закат там, а другой закат здесь. Многие богословы, рассматривая хронологию смерти, погребения и воскресения Ешоа в страстную неделю, ошибочно полагают, что прошло два дня. Один закат там и другой закат здесь. На самом же деле в древнееврейском языке между вечерами означает между первым закатом это время начала захода солнца, то есть полдень. И вторым закатом, когда солнце заходит полностью. Мы это знаем потому, что одни жертвы приносили с утра, а другие вечера. Вечернюю жертву надо было приносить между вечерами. Между временем начала вечера и временем его завершения. Нам кажется странным такой восточный порядок, но знание об этом нам особенно пригодится на следующей неделе, когда мы будем рассматривать хронологию событий. И пусть возьмут откройный его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в дома, где будут есть его. Такова заповедь, но за чего же странно? Только представьте себе, явился какой-то новый бог, назвавшийся Яхо, я не сенсущий, и говорит, возьмите ягненка, убейте его, но ни в коем случае не варите, а обязательно избегите на огне. А его кроме я приказываю вам охватать свой дом. Вот это новости. Довольно странные, как мне кажется. Мы-то уже знаем, в чем дело, и поэтому не считаем это странным. Но если бы я пришел к вам домой и сказал, кстати, у нас в городе Новый Бог, он хочет, чтобы вы на крыльце соседей принесли жертву животных, а его кровью размазали свою дверь. И пусть ваши соседи сделают то же самое. Меня бы выгнали в шею, посчитав еще более страшным сектантом, чем уже считают. Если думаете, что я учу чему-то странному, то задумайтесь о Боге, которому мы служим. Восьмой стих. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне. С пресных метров и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или свареного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренней силы. Еще одно странное повеление. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. На основании одного этого стиха я могу проповедовать часами. Нельзя! Нельзя! Тянуть до утра с тем, чтобы есть мессию. Что ж, идем дальше. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоязаны, обувь ваша на ногах ваших и посыпи в ваших руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это пасха или пасха в яхре. Это очень важные пророческие слова. И да будет вам деятель память. И празднуйте он и праздник яхре во все роды ваши. Разве сказано время от времени, пока не вернется Иисус? Так сказано? Нет. Как установление? Вечное. И он обращается ко всему Израилю. Кстати, чтобы вам понять, насколько это важно, он здесь обращался не только к израильсянам, а к разношерстной толпе, вышедшей из Египта. Все они пришли к Моисею, и тот сказал, «Не знаю, что мы с ними делать». И потому он спросил у Яхре, «Как мне быть со всеми этими язычниками?» И он ответил, «Пусть придут и пригнился». Одиннадцатая глава Риммана. «Главное, чтобы они были обрезаны и хранили заповеди Мои. Будет один закон, как для природных, так и для поселенцев». Там была представлена вся земля. Любой, кто хотел следовать за Яхре, мог следовать за Яхре. Им было сказано делать так во все роды их. Следующий слайд, пожалуйста. Праздник опресников. Что это такое?